Название газет, которые когда-то мы все, ну я мальчишкой помню, их нет ни одной. Сегодня осталась только наша газета Хаймурка. Ну, не буду повторяться про богатую историю газеты, про ваш дружный коллектив. Это мы, безусловно, еще в течение года 10 раз сделаем, повторим имена всех. Приятно очень, и я думаю, это всем приятно и интересно, что вы такие очень амбициозные задачи ставите даже в текущем юбилейном году. Всегда интересно, когда задачи амбициозные, и их и притворять интересно. Дай бог, чтобы все так сложилось, как вы запланировали. Мне кажется, было бы правильно еще, вот не знаю, это вы, конечно, будете решать сами, наверное, здесь, в своем журналистском кругу, то, о чем я сказал. Я знаю о том, что многие журналисты, те, кто работал в других газетах, да, о которых нет сегодня, они, кто-то перешел уже в новые структуры, а кто-то нет. Мне бы хотелось, чтобы в год юбилейный вы их тоже не забыли. Нет, обязательно. И, ну, может быть, не в том плане трудоустройства, а обязательно, чтобы они вместе с вами отпраздновали это событие. Ну, грубо говоря, в Советской Калмыкии такой то и нет, известий Калмыкии нет. Но есть люди, которые там проработали, отдали журналистике свои долгие-долгие годы, они должны тоже, у них нет сегодня возможности официально отпраздновать свои даты. Но с вами, со своими соратниками, коллегами, им было бы это приятно сделать. То, что вы сказали о том, что наша диаспора калмыцкая, которая живет и за пределами Калмыкии, и здесь в Российской Федерации, и в ближнем, дальнем зарубежье, должна принимать участие в этих событиях. Ну, вот здесь, может быть, вы как раз и поможете в реализации той части моего посыла, который я озвучил в своем обращении, о том, что нам необходимо принимать и привлекать опыт наших земляков. Это не секрет, я тогда эту тему не раскрывал так широко, но сегодня, повторюсь, тоже кратко, но вы это сделаете, конечно, более профессионально. Как правило, люди, которые работают за пределами, они, ну, скажем так, более подвижные, более мобильные. Они, во-первых, как правило, все уже состоявшиеся профессионалы в разных отраслях деятельности, где они работают. Их, во-первых, есть многочисленные родня здесь. Им было бы интересно, может быть, применить какой-то свой опыт здесь у нас в республике. Вот поднимите эту тему в журналистских кругах, а вы, наверное, общаетесь в том же интернет-пространстве со своими коллегами за пределами республики, которые могли бы вот это обращение, посыл довести до наших земляков, которые проживают далеко, вот, всего в определенных обстоятельствах, далеко за пределами Калмыки. Вот это тоже здорово. Я только за и наоборот прошу вас с помощью и поддержки.